Всем привет! Это второй четвертьфинал передачи Zoom Quiz Battle. Сегодня у нас в гостях Кристо Бзутис, Никита Смирнов, две очень противоречивые фигуры, которых очень любит публика, но совсем разная. Привет, пацаны! Давайте сразу начнем с вопросов. Первый вам вопрос. Что больше? Максимальная скорость автомобиля ЗАЗ-968 или количество ударов, которые нанес Хабиб Конору Макгрегору? Подумайте. Кто первый отвечает? Я отвечу, давай. У ВАЗа больше максимальное количество скорости, чем ударов у Хабиба. Близко. Я скажу, что Хабиб больше ударил Макгрегора. У ВАЗа там будет где-то... ЗАЗ. Не ВАЗ, а ЗАЗ. Ну, это запинч, запорожец, да? Да. Ну да, у запорожца будет где-то там 90, он больше точно не идет, а за два раунда, пятиминутные, я думаю, он сделал больше ударов нанес. Поэтому я за то, что Хабиб больше, чем ВАЗ идет. Окей, счет становится 1-0, но в чью пользу? Кристо по ЗУТИСа, потому что ЗАЗ разгоняется до 116 километров. Да, счет, это когда с горки, это когда с горки спускается. С толкача с горки. А Хабиб нанес 119 ударов. Поэтому счет 1-0, ЗУТИС вырывается вперед. Давайте второй вопрос. Игру «Престолов» смотрели? Нет, не смотрел. Не смотрел? Смотрел. Смотрел. Значит, тебе будет попроще. Чего больше? Серий в «Игре престолов» или раундов, которые провел Николай Гришунин в своей профессиональной карьере? Ну, так же, там 5 сезон, по-моему, это игра «Престолов». Я за «Игру престолов». Я тоже. Боба за «Игру престолов»? Да. Окей, ответ принят. Значит так, Гришунин провел 69 раундов в профессиональной карьере, а серий в «Игре престолов» 73. Поэтому вы оба правы, счет становится 2-1 в пользу Кристопа. Я бы сказал все равно так, если бы он даже не подсказал перед этим, так что... Да, да. Хорошо, едем дальше. Третий, да. Кристоп, ты с какого города? Я? Самый основной город в Латвии, центр вселенной. Ну, назови. Сабила. Сабила. Ты с какого района, Смирнов? Зепчика. Зепчика. Что больше по квадратуре, Зепчик или Сабила? Что больше по размеру? Я тебя в Зепчике не видел, Смирнов. Что ты тут баламутишь? Не-не-не, Манвел знает. Я в Зепчика. Манвел knows. Ну, тебя теперь ты первый отвечаешь. Да я не знаю, какой Сабила по размерам. Ну, давай я скажу Зепчик больше. Я тоже скажу Зепчик больше. Опа. Я думал, ты будешь за своих топить. Я могу за своих, но я уверен, что я не прав. Окей. Значит так. Зеп не каунтс. 5,9 квадратных километров. Сабила. 4,3. Ну да. Вы опять оба правы. И счет становится 3-2. Все нормально. Едем дальше. Сколько будет вопросов всего? 10. Всего 10 вопросов. Так я сейчас могу все время с ним согласиться. И тогда я даже могу не проиграть. Ну, типа да. Но это будет так себе фишка. Окей. Едем дальше. Кто раньше дебютировал на профессиональном ринге? Каспар Камбелл или Майрис Брендес? Кто первый отвечает? Это звучит. Я первый отвечаю. Так. Брендес. Брендес первым дебютировал. Что говорит Никита? Ну ладно. Брендес дебютировал. Дебютировал. 50 лет назад. Камбелла? Камбелла. Значит. Зутес говорит Брендес. А я за Камбелла. Значит так. Камбелла дебютировал в 2008 году, а Брендес в 2009. И счет становится 3-3. Та-дам! Хорош! Подожди. Я думал, что Камбелла в 2009 дебютировал. Нет. В 2008. Ну ладно. 11 января. Окей. Хорошо. Вот вопрос о людях, которых вы оба знаете. Братья-совдоны. Да? Ну вы знаете, кто это такие. Это боксеры наши местные. И кто из них, Денис или Артем, выступает в более тяжелой категории? Артем? Я тоже думаю, что Артем. Артем, да. А какие весовые можете назвать? Денис выступает в той же категории, где Алексеев и Бумейстер, и Артем одну выше. Там, где Болотник раньше был, 81, по-моему. Ну да, они сейчас применялись. Значит, вы оба говорите, что Артем. Да. Я их путаю все время. Его оба правы. Артем выступает в Light Heavy, Денис в SuperMedia. Да, 81, да. Там у тебя был Мейстер, да-да. Молодцы. Вы прямо очень мало ошибаетесь, в отличие от прошлых игроков. Окей, едем дальше. У нас вопрос о боксе больше. Все-таки, знаешь, это доказывает то, что Смирнов тоже умный, как я. Блин, да я сегодня просто этот выпуск нарежу просто из твоих цитат, реально. И буду в комментах отвечать твоими цитатами. А где он со мной согласен, не сохранилось. Не записал. Вы идете на равных пока. Ну да. 4-4. Хорошо, едем дальше. Кто старше по возрасту? Вот сейчас будет речь идти о ваших друзьях. Кто первый отвечает сейчас? Отвечаю первым Никита сейчас. Окей. Давай. О ваших друзьях сейчас идет речь. Значит, кто старше? Друг Кристо Пазутиса Дэнни Уильямс? Или друг Кристо Пазутиса Дэнни Уильямс? Дмитрий Александрович Овсянников? Я не знаю, сколько Овсянников, если честно. Дэнни Уильямс, старший. Что думает Кристо? Блять, ты посмотри, как я могу знать, сколько этому Овсянникову лет. Он столько пробухал, ему выглядит, что у него уже под 80. Я знаю только, сколько у Уильямса. Но если Смирнов, то по-любому знает, сколько у Уильямса лет, потому что он очень плотно следит за моей боксерской карьерой, и поэтому я тоже скажу Уильямс. Не, не знаю, сколько Уильямс. У Уильямса было, по-моему, не 47. А, ну старший. Ну, тварь. Уильямс, Уильямс. Вы оба говорите Уильямс, и вы оба снова правы. Да, Уильямс на год старший Овсянникова, хотя они выглядят как на такси-группу. Счет становится 5-5. Слушай, Смирнов, тогда оказывается, ты тоже пенсионариев избиваешь. Да, ну я их бил еще в 2017, когда это не было мейнстримом. А, ну ты создал тренд, за которым мы идем. Да. Молодец. Еще дуэлнка. Жесть. Хорошо, едем дальше. Чего больше в Риге? Чего больше в Риге? Вы любите кебаб? Кебаб любите? Ну, очень малых, редких, да. Какой твой кебаб самый любимый, Кристо? Ну, у Ибрама или как его там? Болдарай. А, Гватар. Да. Ибрам. Я не помню, как его зовут. Окей. У меня с именами проблемы, она мне каждый день по голове говорит. А, ты про имена говоришь? Асиф, Агасиф. Хорошо, давайте. Чего в Риге больше? Пакистан кебабов или залов MyFitness? Я говорю, Пакистан кебабов. Я за кебаб. Вы оба за кебаб? Да, да. То есть кебабов больше, чем залов MyFitness. Окей, приняли ваши ответы. Что? Сто процентов, да. Сто процентов. Ошибаетесь оба. Потому что пакистанки бабов девять, а MyFitness в четырнадцать. Да ладно. Их четырнадцать? Да, их четырнадцать в Риге. Я думаю, вы дошли. И все. И все. Счет остается пять-пять, и всего лишь два вопроса осталось для вас. Следующий, Смирнов первый отвечает, да? Да. Так. Ну, давайте такой вопрос интересный. Майриса Бредеса вы знаете? Лично знакомый? Нет. Кто такой? Вы знаете, где он работал до этого? Да? Где он работал до этого? Смирнов точно знает. Ну, блядь. Где он, скажите? Ну, в полиции. Да. Вот у него есть звезды на плечах. Ну, они не совсем звезды, это ромбики, но назовем их звезды на плечах. И скажите мне, чего больше, сумме звезд на его погонах или же его оценка на бокс-реке в звездах? Бокс-рек. Да, он прав. Он прав. Смирнов прав в бокс-реке больше. Э, он скрин, скрин это. Да, я сказал, что Смирнов прав. То есть, в сумме на двух погонах вместе меньше звезд, чем звезд на бокс-реке. А, на двух? Да. На двух? Да. Ну, тогда... А, это все меняет. Это меняет, да. Тогда на плечах. На поле на плечах. Я говорю, что на плечах. Что говорит Никита? А я буду верен бокс-реку. Окей. Значит так. Так как Майрис Бредес является капитаном полиции, у него на плечах четыре ромбика. На каждом. Четыре восемь. Итого всего восемь. На бокс-реке у него пять звезд. Поэтому счет становится шесть-пять в пользу Кристопа. Сейчас он скажет, да я тоже так думал, я просто не хотел, чтобы было по-разному. Правильно, Никита? Ну, я знал. Ты всегда себя оставляешь отходной путь. Это нормально. Отходной. Путь отступления. Да. Ну и давайте последний вопрос, за который я дам два балла. Ой, бля. Кто первым отвечает? Первым отвечает Никита. Кристоп сейчас отвечает первый. Кристоп? Да, Кристоп. Кристоп отвечает первый. Ну, давайте так. Какой же вам вопрос задать поинтереснее, чтобы вам было сложно. Чтобы я... Задавай такой какой, чтобы я знал. Хорошо. Бой Майвезера и Макгрегора, помните? Да, по боксу. Абсолютно глупый, ненужный бой для Макгрегора. Но в плане финансов они оба очень хорошо заработали. В первую очередь потому, что было очень много продано пей-пер-вью. Да, платных просмотров. Скажите мне, чего было больше? Проданных пей-пер-вью на этот бой? Или же население Ирландии? Ну, еще раз. Проданных пей-пер-вью было больше. Так что Никита скажет. Население Ирландии. Население Ирландии. Да, 100%. Значит, население Ирландии Никита говорит, и про пей-пер-вью говорит Киста Бзутис. Хочу напомнить, счет 5-6. Да. Этот вопрос решающий, потому что он за 2 балла. Ну, 7-6 выбил Смирнов, все. Продано было 4,3 миллиона пей-пер-вью. Ай, блядь, там 6 населения. А население Ирландии 4,9. И со счетом 7-6 победу одерживает Никита Смирнов. Последний момент вырывает просто победу у тебя. Молодец, Смирнов. Ну, я предлагаю сделать ничью, потому что все-таки я проигрывал одну очко. И контрольный вопрос последний. Вот. 6-6 и еще один вопрос. Такой благородный молодой человек. Кристов, принимаешь с его стороны это благородство? Конечно. Супер раунд. Я на Смирнова, как это, усадываю за его поступки и выиграл 200 евро у своего хорошего друга. Так что я полностью принимаю все от него. Хорошо, тогда принимаем вопрос. Тогда этот вопрос тоже должен быть за 2 балла. Нет, за 1 балл, если уже. За 1 просто. 1 балл. Я хочу просто объяснить зрителям, почему это происходит. Потому что мы, когда начали вести передачу, я забыл нажать на кнопочку записи. И поэтому Кристов, как бы, 1 балл себе где-то оставил. Плюс 1, да. Давай, супер раунд. Супер раунд. Супер вопрос. GTA 5, знаете игру? Да, сегодня играл. GTA 5. Мне кажется, ты каждый день в него играешь. Даже без PlayStation ты в него играешь. Значит так, смотрите. Бюджет игры GTA 5 больше. Или же сумма, заработанная Флойдом Майвезером в бою с Макгрегором. Что больше? Я за бюджет игры. Я за бой. Надо заросить этот. Хорошо. Значит. Я так и думаю. Я думаю, что бюджет это где-то 5 миллионов. Ну, глянь, больше. Они же там заработали больше 50. Нет. Бюджет, который потрачен на создание игры. А не то, что они заработали. Ну да. Ну сколько ты можешь потратить на создание? Ну не больше 5 миллионов. Да? Окей. Я думаю. Значит, ты выбираешь Майвезера, ты выбираешь игру. Да? Да. Значит, бюджет игры GTA 5 270 миллионов. Да ну нах, что ты гонишь? На создание игры 270 миллионов ушло. Поздравляю с Мирнов. Не-не, ты выиграл, Кристо. А Майвезер заработал 275 миллионов. А, да? Да. Поэтому... Сколько так много? Как так много можно потратить на создание игры? Реклама, пей-пер-вью и все-все-все в сумме 275 миллионов. Не, хуй с ним, что он заработал. Как так много можно поработать на игру потратить? Ну, как и на фильмы много тратить. Ну, когда ты начнешь... А что там тратить? С МакГрегором будешь тоже столько зарабатывать. Ну, надо заметить, что GTA... Знаешь, сколько продано было игр по миру? 90 миллион экземпляров. То есть умножь это, грубо говоря, на 50 евро. Самое малое. Вот тебе и бизнес. Я две купил. Одну на Xbox, который мне надоел, я сломал. И сейчас купил PlayStation и тут тоже купил. Ну вот, видишь. Спасибо за поединок, господин... В суперраунде победу одерживает Кристоф Зутис. И выходит дальше в полуфинал. А Никите Смирнову респект. Шел на равных. Даже чуть-чуть вырывался вперед. Плюс сделал благородный шаг. За это респект. Зутис этого тебе никогда не забудет, как и того, чего было прежде. Поэтому хорошего вам дня, ребята. Да, спасибо за эффект. Давай, чай. Чай. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Поехать. Да. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...